Канал Аль-И'тисам представляет Касаемо нововведений идет много разговоров. Делится ли оно на две части, хорошее и плохое? Спорить относительно этого можно долго. Но вкратце можно сказать следующее. Что вообще такое нововведение? Когда ученые объясняют какой-либо исламский термин, то сначала они дают его языковое значение. Что означает слово бид'а в арабском языке? Бид'а – это то, чего не было прежде, а затем оно появилось. И естественно, такая вещь может быть как хорошей, так и плохой. И если посмотреть на языковое значение этого слова, то нас самих тоже можно назвать бид'а, так как вчера нас не было, а сегодня мы есть, мы появились. То есть любая вещь, которой вчера не было, а потом она появилась, в арабском языке называется бид'а. Это во-первых. Всевышний Аллах говорит в Коране «Скажи, я не являюсь первым». Бид'ан – из посланников. То есть до тебя было много пророков. Почему же многобожники не принимают тебя? Ведь до тебя было много пророков. Они признали Ибрахима, Мусу, Айису и других. Почему же они тебя не принимают? Точно так же, как я послал их, послал и тебя. То есть нововведения в арабском языке означают любую вещь, которой не было, но потом она появилась. И то, что появилось, может быть и хорошим, и плохим. Это подобно тому, как слово салят, намаз, означает в арабском языке дуа, мольба. Что такое намаз? Это дуа. Что такое пост? Саум. Это воздержание. Марьям сказала «Я дала милостивому обет, саум, хранить молчание, и не стану сегодня разговаривать с людьми». Три дня она не разговаривала. Воздержание от любой вещи в арабском языке называется саум. Но когда Всевышний и Пророк да благословит его Аллах и приветствует, потребовали от нас саум, что это означало? Имелось ли в виду языковое значение? Нет, здесь подразумевалось его шариатское значение. Саум, как шариатский термин, означает воздержание от определенных действий, с утра до вечера. Также и салят. Это означает определенные дела и слова, которые начинаются со слов Аллаху Акбар и заканчиваются таслимом, то есть словами ассаляму алейкум варахматуллах. То есть, когда в исламе рассказывается о саляти, то это слово имеет определенное исламское значение. Когда аяты и хадисы рассказывают о хадже и про саум, здесь подразумевается определенное исламское значение. И точно так же, когда аяты и хадисы рассказывают нам о нововведении, то здесь подразумевается определенный исламский термин. А что же означает бидоа, как шариатский термин? Это любое поклонение. То есть, все, что связано с поклонением Всевышнему, и которое не совершал пророк, да благословит его Аллах и да приветствует. И относительно чего нет довода ни в Коране, ни в Сунни. И поэтому было сказано «кто совершит какое-либо дело» – Амаль. Слово Амаль – дело, пришло с Тамвином. И поэтому оно несет обширный общий смысл. В арабском языке есть два вида слов – общий и частный. Общий охватывает все, то есть любое дело. Все, что называется Амаль, будь это дело, которое совершается руками, или другими конечностями, или которые совершаются языком, то есть словом, или будь это дела, которые совершаются сердцем, то есть мнение или вероубеждение, все это охватывает слово Амаль – дело, относительно которого не было нашего повеления, то есть чему я вас не учил, и чего нет в Коране, и нет в моей Сунни, то это будет отвергнуто ему в лицо. Еще пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «всякое нововведение». Он не сказал хорошее или плохое, он имел в виду всякое, является заблуждением, всякое нововведение является заблуждением, а всякое заблуждение в огне. Он не сделал никакого исключения, так как нововведение в поклонении, и как шариатский термин, и во всех ее видах является порицаемым, оно не делится на две части. А если кто-то спросит, почему же тогда имам Аш-Шафи'и, или Аиз ибн Абдуссалям, делят нововведение на хорошее и плохое? Да, но они имеют в виду нововведение в его языковом значении. Когда они поделили нововведение на две части, то первую часть имама Аш-Шафи'и сам объяснил следующим образом. «Хорошее нововведение — это то, которое соответствует Корану и Сунни, и делам сподвижников, а плохое — это то, которое не соответствует Корану и Сунни». Вот это и есть понимание нововведения. И поэтому между учеными, которые разделили нововведение на две части, хорошее и плохое, и теми учеными, которые сказали, что все нововведения являются плохими, в действительности между ними нет никаких разногласий. Тот, кто сказал, что нововведение делится на две части, то он подразумевал нововведение в его языковом значении, так как любое дело, которого не было, а потом оно появилось, может быть как хорошим, так и плохим. Плохое — это то, что касается поклонений ислама, а хорошее — то, что касается мирских дел. А те, которые сказали, что всякое нововведение является плохим, они имеют в виду только то, что касается поклонения, то есть как шариатский термин. И поэтому, по сути, между учеными нет разногласия в этом вопросе.